Здравствуйте! Вы смотрите программу Гость Студии. Сегодня мы пригласили к нам директора детско-юношеской спортивной школы по хоккею и фигурному катанию Александра Цыганчука. Здравствуйте, Александр Андреевич! Здравствуйте! Огромное спасибо за приглашение. Ты еще раз мне, как руководителю, дает возможность рассказать о работе Ледового дворца, рассказать о наших планах на будущее и, в принципе, о ситуации в целом. Спасибо, что пришли. Александр Андреевич, у вас также, собственно, как и у нас, начался новый сезон. Расскажите, пожалуйста, чем сегодня живет Ледовый дворец? Вправду, сезон у нас начался с 1 сентября. Что касается школ, с 31 числа мы уже запустили лед, массовое катание. В принципе, могу сказать, что Ледовый дворец является крупным сооружением, крупнейшим в городе, спортивным центром активного отдыха и культурного досуга наших горожан. На базе Ледового дворца функционируют две спортивные школы. Спортивная школа по хоккею и фигурному катанию и специализированная спортивная школа Олимпийского резерва номер 3, которая включает в себя различные виды спорта. Что касается функции выполнения Ледового дворца, то если брать школы, то это подготовка спортивного резерва спортсменов. Если брать работу платных услуг населению, это качественное предоставление их, ну и, как я уже говорил, культурный досуг наших горожан в ладе нашего Ледового дворца. Сколько у вас людей в штате? Людей у нас в штате 90 человек, коллектив довольно-таки большой. В принципе, могу сказать, что разновозрастной. Направление работы также у всех разное. Но работать мне с этим коллективом нравится. Могу сказать, что в своем роде это люди-профессионалы. Много было разговоров о том, что надо или не надо строительство в нашем городе такого крупного объекта. Пришло время, и с уверенностью можно сказать, что необходимо. Потому что и люди потянулись, и как взрослые, так и дети покататься на коньках. Взрослые повели своих детей в секции различные. Расскажите, пожалуйста, какой план приема учащихся на 2013-2014 год в детско-юношеской спортивной школе по хоккею и фигурному катанию? Как я уже говорил, на базе Ледового дворца находятся две спортивные школы. Пойдем по порядку. Начну с детской иношеской спортивной школы по хоккею и фигурному катанию. Два отделения. На хоккей у нас производится прием на бесплатную основу детей с 6 лет. Если ребенок еще не достиг этого возраста, то на платную основу. Примерная стоимость в месяц обучения стоит 120 тысяч. Что касается фигурного катания, у нас возраст набора с 5 лет. Если ребенок желает до этого возраста прийти к нам научиться кататься, также это платные группы. Стоимость примерно будет около 140 тысяч в месяц. Что касается тренерского состава, у нас на отделении хоккея работает 2 тренера. На отделении фигурного катания у нас работает 3 тренера. Плюс тренер-хореограф еще. Когда можно приходить к родителям и записывать своих детей? Сезон уже начался. В принципе, можно уже на данный момент приходить, обращаться в Ледовый дворец к заместителю директора Макареи Татьяне Николаевне. Контактный телефон ее 58 15 66. С собой желательно у терапевта справочку о том, что ребенок здоров и готов заниматься. Написать заявление и в принципе будет рассматриваться вопрос, какому тренеру будет ребенок ходить, в какое время. В зависимости от того, в какую смену он ходит в школе и какая занятость у него в принципе у родителей. Что касается спортивной детской юношеской школы Олимпийского резерва номер 3, которая также находится под сводами Ледового дворца, вы уже об этом говорили. Как много там воспитанников и какой прием в этом году? Воспитанников у них довольно-таки много, 492 учащихся, но и у них отделений больше. У них 4 отделения. Это художественная гимнастика, акробатика, прыжки на акробатической дорожке и настольный теннис. Коллектив у них также очень большой, у них 28 тренеров, также все специалисты высокого класса. По отделениям в художественную гимнастику набор производится с 6 лет, в акробатику, прыжки на акробатической дорожке также с 6 лет, настольный теннис с 7 лет. Что касается, если ребенок не достиг данного возраста, можно также приходить записываться на платные группы. По расценкам прошлого года это было порядка 100 тысяч белорусских рублей, 8-разовые занятия в месяц. И точно так же, как и в школу по хоккею, нужно родителю прибыть в школу, написать заявление, предоставить справочку от терапевта о том, что ребенок здоров и может заниматься видом спорта. И там уже на месте будет производиться решение, какому тренеру, на какой вид спорта и в какое время заниматься. Вот, значит, директор данной школы Лайша Ирина Николаевна, контактный телефон ее 58 15 71. Вот, точно так же можно звонить, можно договариваться по времени, приходить, обращаться и записываться. Расскажите, пожалуйста, сколько бюджетных мест и сколько платных? Ну, по поводу платных мест это все зависит от количества часов. По бюджетным тоже могу сказать, что это все формируется в процессе набора групп, так как группа может быть по нормам, варьироваться, к примеру, группа НП может быть от 8 человек до 12, поэтому в зависимости... НП это что? По подготовке это первый год обучения детей, которые приходят только заниматься, которым дают начальные азы, вот, группа может варьироваться. От какого-то количества до какого-то и говорить о конкретных цифрах, ну, наверное, все-таки нецелесообразно. Это все по ходу того, как будут приходить и наполняться группы. Уже заявления несут? Конечно, несут. Люди, те, которые уже сталкивались, допустим, если старший ребенок уже занимался, они знают, как эта система вся проходит. В принципе, уже я хочу сказать, что где-то с числа 15 августа уже люди пошли, уже пишут заявления, уже формируются группы. У нас количество часов у каждого тренера ограничено, поэтому распределяем по мере поступления детей. Спасибо, что остаетесь с нами. Вы смотрите программу «Гость студии». Мы продолжаем беседу с директором детско-юношеской спортивной школы по хоккею и фигурному катанию Александром Цыганчуком. Александр Андреевич, скажите, пожалуйста, какое среднее количество посетителей Ледового дворца в день, например, с сентября по июль месяц? Ну, говорить о среднем количестве очень сложно, так как это все напрямую зависит от рабочий ли это день, либо выходной. Зависит от сезона. Все прекрасно понимают, что зимние виды спорта наиболее популярны в зимние месяцы. У нас в основном сезон это с ноября по февраль месяц, частичка марта еще захватывается. Говорить о ежедневном посещении не буду. Я могу, в принципе, привести примерные цифры месячного посещения. Ну, думаю, что порядка где-то 15 тысяч это у нас проходит в месяц. Если брать в день, то где-то в сезон 750 человек, вне сезона где-то человек 300. Так как у нас не только арена есть в Ледовом дворце, также мы оказываем платные услуги по предоставлению фойе второго этажа для торжеств проведения, конференц-зала, услуги бильярдного зала, тренажерного зала по игре в настольный теннис. Поэтому все зависит от сезона и от времени дня недели, можно так сказать. Ну, тренажерный зал, насколько мне известно, используется у вас очень активно. Да, так как у нас... Причем это не зависит от сезонности. Да, так как у нас, во-первых, он просторный, во-вторых, у нас оборудование, в основном новое. Есть, конечно, небольшие проблемы, но я думаю, что мы эти проблемы в ближайшем будущем устраним. Да, могу сказать, что тренажерный зал у нас на данный момент, наверное, один из лучших в городе. Будут ли в новом сезоне повышенные цены на аренду коньков и катания? Да, конечно же, будут увеличены цены. Я думаю, что все прекрасно понимают, что у нас и коммунальные услуги растут, и цены в магазинах растут, поэтому и затраты на содержание нашего Ледового дворца точно так же растут. Поэтому цены будут пересмотрены. Я думаю, что к середине сентября эти цены изменятся, но я не думаю, что эта цена изменится значительно. Поэтому менять прескурант мы, конечно же, будем. В Ледовом дворце, благодаря закупке специального оборудования, проводят концерты и различные шоу-программы. Расскажите, пожалуйста, о ближайших планах, раскройте секреты в своей афише. Могу сказать с уверенностью то, что в этом году планируется у нас на более-таки серьезное до кончания этого года количество большой мероприятий. Я продиктую, наверное, по датам, чтобы было удобнее людям как-то ориентироваться. Значит, с 15 по 22 сентября у нас в фойе второго этажа выставка «Беларусь православная» будет проводиться. С 22 сентября у нас пройдет презентация в конференц-зале фирмы «Лама Голд» на тему «Здоровый сон». С 25 по 29 фойе второго этажа пройдет выставка «Меховая белымпорт меха». 7 октября, я думаю, что уже наши жители города видели афиши, пройдет концерт «Валерии» у нас, звезды российской эстрады. С 20 по 22 у нас снова же пройдет выставка «Белымпорт меха» и ведутся у нас на данный момент переговоры с звездой российской эстрады Александром Малининым. Это предварительно конец ноября, концерт, начало декабря с Владимиром Винокуром, его шоу-программа. Так же, как и по прошлому году, планируется проведение московского цирка на льду. И ежегодно уже традиционно производится запись концерта «Песни года» на базе нашего Ледового дворца. Пока, в принципе, вот это те планы, которые мы хотим исполнить до конца текущего года. Вы скажите, пожалуйста, насколько это выгодно финансово для Ледового дворца, проведение подобных мероприятий? Конечно же, я могу сказать, что это выгодно, так как нам организаторами являемся и не мы, организаторами являются филармонии, либо это будет Гродницкая, либо Минская филармония. Но мы предоставляем в аренду помещение, предоставляем ледовую арену, за которую они нам платят. А также мы получаем проценты от реализации билетов. Поэтому, конечно же, это нам выгодно. Чем больше мы проводим концертов, тем, соответственно, больше Ледовый дворец зарабатывает средства. А какие-то требования специфические артисты предъявляют? Конечно же. Ну, это все индивидуально. Каждая звезда эстрады, у нее есть свои амбиции, конечно же, свои какие-то наработки. И эти требования они выставляют. Но в основном это касается фирмы-организатора, той филармонии, которая, в принципе, либо частная фирма, которая предоставляет приезд этого концерта. Поэтому, конечно же, есть очень много интересных вопросов. К примеру, автомобиль определенного класса, который не может быть заменен ни в коем случае. Ну и вот что-то вроде подобного вот этого. Может быть, это каверсный вопрос, но тем не менее, что самое сложное для вас, как директора, скажем так, и Ледового дворца, и детско-юношеской спортивной школы по хоккею и фигурному катанию в управлении этим большим объектом? Ну, мне, наверное, находить какой-то ответ на этот вопрос очень сложно. Но первое очередное, мне, как молодому руководителю, очень было трудно работать с таким большим коллективом. 90 человек в штате, все люди, как я уже говорил, разного возраста, разной направленности в своей деятельности, у каждого свои какие-то задумки, свои планы. Поэтому находить общий язык вот именно в процессе работы, вот на самом деле, бывает иногда очень сложно. Ну, а в остальном, могу сказать, что работа мне очень нравится, общение с новыми людьми, какие-то новые задумки, новые идеи. Поэтому самое сложное, это, наверное, все-таки работа с коллективом. И какие планы на будущее? Поделитесь, пожалуйста. В планах на будущее у нас это, в первую очередь, могу сказать, то, что дальнейшее продолжение работы по организации концертов, выставок, всего того, что может привлечь наших жителей, чтобы немножечко разнообразить ихную жизнь. Следующее, могу сказать, то, что это ремонт оборудования того, которое у нас износилось, так как есть небольшие нюансы в этом плане. Поэтому, чтобы качественно предоставлять услуги нашему населению, соответственно, все должно быть на должном уровне. Вот, ну и есть небольшие задумки, озвучивать, конечно, их бы не хотелось, так как это еще только в планах. Могу сказать, то, что на данный момент еще ведется работа по проектированию платных стоянки на базе Ледового дворца. Я думаю, то, что Северный микрорайон обрадуется этому, если у нас появится платная охраняемая стоянка. Но в остальном, я думаю, то, что в ближайшее время, если будут какие-то новые наработки, люди это увидят и, я надеюсь, оценят. Спасибо большое, что пришли к нам в студию. Успехов и удачи в осуществлении всех планов. Я напоминаю, сегодня у нас в гостях был директор детской и юношеской спортивной школы по хоккею и фигурному катанию Александр Цыганчук. Берегите свое здоровье, будьте активны, занимайтесь физической культурой и, конечно же, смотрите программу «Гость студии». До встречи через неделю в 19.10. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова